Привет! И слава Украине, и слава защитникам Мариуполя. Меня за время выпусков моих видео на Содекс Ванатов порядком достало вот это все быдло население с Рашки, которое тирает про какие-то там 15 тысяч защитников Мариуполя, про тысячи пленных и все такое. Ну, то есть, очевидно, это бред, и это видео я решил снять, рассказать из открытых источников, кто защищает Мариуполь. И, разумеется, не для этого было население, а для нормальных людей, для адекватных, потому что я вижу, что на эти вбросы некоторые люди ведутся, переживают, что действительно там куча людей сдается в плен и все такое, потому что, ну, подкрепляется какими-то все-таки видео. Это все бред, потому что никаких там 15 тысяч защитников нету, нету никаких тысяч сдавшихся в плен, потому что, ну, банально, там не такой большой состав защитников. И вот сегодня из открытых источников я вам расскажу, кто же героически защищает уже более 50 дней этот город. Ну, конечно же, начнем с самых знаменитых, это полк Азов. Вообще, полк это тысячу человек, но касательно Мариуполя, там действует только первый батальон полка Азов, потому что второй батальон полка Азов, он сначала воевал под Киевом, а сейчас он переместился на восток, там замечался под Харьковом. Это, опять же-таки, все публичная информация, они сами выкладывают там видео, фото, информацию, сами бойцы. То есть я тут не сливаю ничего особенного, собственно, я не нахожусь там где-то в генштабе или разведке, чтобы получать эти данные. То есть это все публично. Так что вот, один батальон, в этом батальоне он состоит из трех рот, и вот они дислоцируются в Мариуполе. Это, в принципе, одна рота это 100 человек, то есть в батальоне 300, ну, допустим, мы будем округлять так побольше, чтобы, допустим, будем брать, что батальон это 500 человек. Ну вот, первый батальон полка Азов. Далее, танковая рота полка Азов, она тоже дислоцируется в Мариуполе, она тоже защищает Мариуполь. В танковой роте 10 танков, и это 10 танков Т-64Б-1М, и к тому же есть подтверждение, что один танк уничтожен, то есть там, как максимум сейчас там 9 танков в этой танковой роте, быть может, какие-то тоже выведены из строя. Ну, то есть танковая рота это вообще, да, 30 человек, там в одном танке 3 человека, собственно, вообще немного. Далее защитники это 12-я оперативная бригада Национальной гвардии Украины, и в Мариуполь переброшен первый батальон ее, резервная рота и специальная патрульная рота. Ну, то есть, опять же таки, батальон, пусть так по максимуму, это 500 человек, хотя их там нету, и две роты, то есть это плюс 100, 100, то есть 200. Суммарно в 12-й оперативной бригаде тут будет 700 человек. Далее знаменитая 36-я бригада морской пехоты, она очень так информационно там, мол, вот они сдаются, и как раз там 1300 морских пехотинцев 13-й, ой, 36-й бригады морской пехоты сдалось. Но это вброс. Да, бригада, она может быть довольно-таки многочисленной, но вот незадача с 36-й бригадой в том, что в Мариуполе находится 501-й батальон, один, опять же таки, это максимум 500 человек, и плюс танковая рота, оснащенная Т-80БВ, они ведут бои в Мариуполе, а первый батальон бригады морской пехоты, он дислоцируется в Николаеве, и, собственно, где-то там он и ввел бои. Соответственно, опять же таки, максимум 500 человек бригады 36-й морской пехоты в Мариуполе. Никаких 1300 сдаться их не может, потому что их банально там нету. Ну, и тем более, да, там несколько десятков их действительно сдалось. Это видно, там видно, что также, поскольку штаб этой бригады находился тоже в Мариуполе, там есть все-таки больше, чем батальон, потому что, ну, есть какие-то еще, опять же, Рэбовцы, например, сдались, которые были в этом батальоне. Да, их там немножко больше, опять же, это танковая рота, там какое-то обеспечение, но их там нету даже 1300, чтобы они сдались. Также известно, что часть из них вышла из окружения и соединилась с полком АЗОВ, который на самом деле там батальон, а не полк. Итак, далее есть отдельный 503-й батальон морской пехоты, ВМС Украины тоже. И вот он очень плотно взаимодействует с моропехами из 36-й бригады, но это всего лишь один батальон. Опять же таки, максимум 500 человек, скорее всего, меньше. То есть, я, ну, там, батальон, это три роты, 300, и я очень сильно округляю, чтобы, может, приятнее кому-то от такого числа. Далее у нас есть Мариупольская морская пограничная служба. Я не знаю, сколько их там, сколько там пограничников, и сколько их воюет. Но, очевидно, ну, там их не очень много, вряд ли там наберется хотя бы рота пограничников, которые ведут бой. Но это, опять же, такие допущения все-таки, но это не совсем те военные. Хотя я не хочу уменьшить героизм никакого из защитников, просто я вот по числу мы судим, не по качеству. Далее самая вообще могла быть такая массовая и серьезная защита города, это 56-я механизированная бригада. Штаб ее действительно находится в Мариуполе. Но дело в том, что полностью вся эта механизированная бригада еще в январе передислоцировалась под Донецкий аэропорт. То есть это действительно очень серьезная сила. Но ее нет в Мариуполе, это может быть кто-то остался там какие-то все-таки, поскольку штаб в Мариуполе, ну, наверное, кто-то при штабе остается. Но это, ну, то есть это какие-то единицы, может, десятки человек, неизвестно, вступили ли они в бой. Ну, тоже мы понимаем, что не все в той же армии есть люди, которые там сидят за компом, сидят там с документами. В том плане, что это тоже нельзя считать какой-то серьезной силой. Далее у нас есть МВД, это полиция КОРД. Опять же-таки, сколько там КОРДовцев из спецподразделения, я не могу сказать, но это тоже, думаю, меньше роты. Ну и 109-я бригада территориальной обороны. Вообще в этой бригаде 6 батальонов. Это довольно-таки ощутимая сила. Ну, опять, 500 человек батальон, это сильно преувеличено. Особенно территориальная оборона, там ее комплектность тоже у меня вызывает большие сомнения. Но в Мариуполе находится всего лишь один батальон. Итого это тоже, ну, вот так по максимуму мы возьмем, типа, 500 человек. Хотя я очень сомневаюсь, что в любом из тех батальонов, что я озвучил, есть эти 500 человек. Итого, что мы имеем по защитникам Мариуполя, которые, разумеется, все герои. Это 5 батальонов, допустим, по 500 человек. По максимуму возьмем, это 2500. Далее, 2 танковых роты. Это 20 танков. Мы видели, что танки действительно в Мариуполе есть наши. И мы видели, что действительно они воюют и уничтожают технику российских оккупантов. За что им большое спасибо. Но танковые роты это немного. 20 танков и, соответственно, человек 60. Далее, 2 специальные роты, которые там полиция и все такое, национальная гвардия. Тоже 200 человек. И, соответственно, там полиция, коротко пограничники. Итого, суммарно у нас 5 батальонов, 2 500, 2 роты. Плюс 200 человек, это 2 700. Плюс полиция, пограничники, корт и 2 танковые роты. Ну, вот будет там 3000 защитников Мариуполя. И это на начало войны. То есть, это вот до всех сдач в плен. До каких-то там потерь. До, возможно, все-таки кто-то вышел. До полной осады. То есть, итого мы имеем, ну, менее 3000 человек, которые защищают Мариуполь. Соответственно, нету там никаких 15 тысяч защитников. И нету, не может быть никаких тысяч сдавшихся в плен. Я не знаю, для чего... Ну, хотя я догадываюсь, для чего российская пропаганда преувеличивает это все число. Потому что им стыдно, что они не могут так долго, уже более 50 дней, да, взять, сломить сопротивление город. Поэтому они преувеличивают число их защитников. Во-вторых, это может быть такая отмазка. Потому что мы уже понимаем, что там, наверное, десятки тысяч убитых мирных жителей. А действует Россия как? Она куда попала там база Азов? А кого убил тот националист? Соответственно, все жители, которые умерли, их, небось, обозвут националистами, боевиками и так далее. И, соответственно, типа, вот поэтому там 15 тысяч. Хотя, на самом деле, никаких их столько нет. Вот такое вот видео. Подписывайтесь на канал, поддержите его, поддержите продвижение. Мы тут вообще рассказываем правду. Украина победит. Слава защитникам Мариуполя и слава ЗСУ. Пока.